Всем хорошего дня, это Science Daily, новости науки и космоса. В октябре 2019 года в нейтринной обсерватории Ice Cube в Антарктиде была зафиксирована космическая частица нейтрина, летевшая почти со скоростью света. Триллионы таких нейтрина проходят через наши тела каждую секунду, и мы даже не подозреваем об этом. Так что в этом явлении нет ничего опасного, но и эта конкретная частица была особенной, потому что ученые смогли отследить явление, которое породило ее много миллионов лет тому назад. Используя данные Паламарской обсерватории в Калифорнии, исследователи выявили, что она появилась около 700 миллионов лет назад в ходе катастрофического разрушения звезды, когда она была поглощена черной дырой. Звезда оказалась слишком близко к черной дыре, которая примерно в 30 миллионов раз массивнее Солнца. Огромная гравитация черной дыры растянула звезду, и в конце концов она превратилась в тонкие полосы. При этом примерно половина разрушенной звезды была выброшена в космос, в то время как остальные части образовали гигантские диски с горячей яркой пыли и газа вокруг черной дыры. Время от времени происходят выбросы огромных струй вещества, и возможно зафиксированная частица была выброшена одной из таких струй. Это объясняет полугодовую разницу между обнаружением распада звезды и нейтрино. Нейтрино часто называют призрачными частицами, потому что они не имеют электрического заряда и имеют крайне малую массу. Подобно свету, они движутся в основном по прямой. Другие заряженные частицы находятся во власти магнитных полей, но нейтрино просто беспрепятственно движутся сквозь космос. Мы знаем, что они выливаются из ядра Солнца в огромных количествах, и на Земле ученые могут создать их в ядерных реакторах и ускорителях частиц. На нашем канале вы найдете самые свежие новости из мира науки и космоса. Оставайтесь с нами! Субтитры сделал DimaTorzok